МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем, кто не успел, долговпилчанам стало заметно сложнее добираться до Риги. Почти полтора миллиона евро выделено на улучшение дорожной инфраструктуры. К началу нового учебного года обобщены данные по лучшим школам Латвии за прошлый год. Согласно этой информации, четыре долговпилские школы оказались в топ-15 лучших учебных учреждений страны. Об этом подробнее в нашем сюжете. Фонд Аттеса Кронвелда обобщил ежегодные рейтинги школ, опираясь на результаты прошлого учебного года. В топ-15 в разных группах попали сразу несколько учебных учреждений Даугавпилса. Так, Даугавпилская технологическая средняя школа лицея второй год подряд занимает лидирующую позицию в группе больших школ. Ее балл составляет 91,06. На 12-м месте в этой группе расположилась Даугавпилская средняя школа возможностей. Это бывшие 13-я и 15-я средние школы. Лидеры остались прежними. При этом из рейтингов следует, что между школами, занимающими первые места, и остальными наблюдается значительная разница в набранных баллах. Если говорить о группе малых школ, то Даугавпилская основная школа Сасканис находится на втором месте, уступая лидерство лишь средней школе инженерных наук Рижского технического университета. Есть еще третья группа – гимназии. И в этом рейтинге Даугавпилская государственная гимназия располагается на седьмом месте. Лидирует же в этой группе первая рижская государственная гимназия. В рейтинге учтены достижения школьников на государственных олимпиадах, открытых олимпиадах и конкурсе научно-исследовательских работ. Подробнее с результатами можно ознакомиться на сайте scholaratings.lv. Введенные в ходе оптимизации общественного транспорта изменения в маршрутной сети, когда были отменены автобусные рейсы между Ригой и Даугавпилсом, создают значительные трудности для жителей нашего города, которым нужно добраться до столицы. Теперь уже регулярно складывается ситуация, когда поезд рано утром переполнен и не может вместить всех пассажиров. Подробности в нашем сюжете. Даугавпилчанка Дарья Дмитриева планирует учиться в Риге. Именно поэтому она собиралась отправиться в столицу, чтобы подать документы в один из вузов. Девушка собиралась приобрести билет на поезд, чтобы попасть в Ригу к 9 часам утра. Но на утренний рейс она так и не попала. Билетов на поезд не оказалось. Пришлось опоздать. 21 августа в понедельник я приехала на вокзал, чтобы подписать договор с Латвийским университетом. И так получилось, что там уже стояли люди, которые ругались между собой с продавцом билетов. И я поняла, что билетов больше нету. И мне пришлось покупать билет на следующий поезд. И получилось, что я поехала на следующем поезде, приехала в Ригу только, получается, в 11, а не в 9, как планировалось. Потому что не было билетов, и в интернете их купить тоже невозможно. Девушка отсидела на вокзале полтора часа, ожидая следующего рейса в Ригу. Она благодарна сотрудникам Латвийского университета, которые пошли ей навстречу и подписали договор, несмотря на опоздание абитуриентки. К сожалению, в поезде, следующий по маршруту Красного Рига через Дауговпелс, ограниченное количество мест. Поэтому билеты нужно покупать как минимум за день или же приезжать на станцию очень рано. Так как удаленно это сделать просто невозможно. Запрос на эту услугу сегодня действительно превышает ожидаемое. Предприятие пассажир «Вилтсенс» после этого принял решение увеличить число вагонов, в том числе и на других рейсах, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций. К сожалению, невозможность обеспечить пассажироперевозку между двумя самыми большими городами Латвии создает серьезные проблемы для жителей. Если те мощности на железной дороге недостаточно, если нет в распоряжении поездов, если они ремонтируются, тогда необходимо вернуться к той концепции, которая была раньше и вернуть датируемый отчасти общественный транспорт между регионом. Я говорю не только за Дауговпелс, я говорю за Краславу, за Дауговпелс, за Ливаны, за Екапелс. Потому что именно нашим жителям нет места, чтобы уехать в столицу. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле, один из важнейших вопросов, что будет в будущем, когда мы видим, что на тех отрезках железной дороги, где произошла электрификация, государство приобретает электрички, но, как мы видим, электрификации нет ни в Латгалии, ни в той же самой Курзуме. И тогда в данном аспекте, если подвижной состав становится негодным, где тот план на 5-7 следующие лет о том, что государство закупит или модернизирует новые дизельные поезда, тем самым сохранить сообщения. Элксниш обратился в Министерство сообщений, автотранспортную дирекцию и акционерное общество «Пассажир Вилтсенс». Восстановить коммерческое автобусное сообщение между столицей и Дауговпелсом, которое было закрыто в марте этого года, не будет рентабельно, рассказали в автотранспортной дирекции. «Если эти автобусы не заполнены, их наполняемость чрезвычайно ничтожна. Это, конечно, требует довольно значительных средств, которые, в принципе, нужно платить в тот момент». Сегодня акционерное общество «Пассажир Вилтсен» сообщило, что всё-таки нашлось решение. Они поставили больше вагонов на наиболее востребованные рейсы. Как это улучшит возможность всем желающим уехать вовремя из Дауговпелса в Ригу и обратно, покажет время. До сих пор около 30 человек не смогли добраться до желаемой конечной точки в нужное время. «Балтийский путь» – символ свободы, смелости и общих идей независимости. С таким лейтмотивом в Балвии прошла акция, во время которой местные жители соединились в символичном круге, держа в руках фотографии от 23 августа 1989 года. В своего рода флешмобе они делились воспоминаниями, историями и событиями своей жизни, а также призывали общество уделять больше внимания ценностям демократии и гражданской активности в борьбе с тоталитаризмом. Продолжение в сюжете наших коллег из Резекне. «Балтийский путь жив и навсегда останется в наших сердцах», – подчеркивают жители Балвии. 23 августа в полдень наиболее гражданские активные люди собрались на площади в центре города и в течение часа держали, каждый в руках, фотографию из фотовыставки «Балтийский путь». Среди собравшихся был Ияни Слочмелес, который в возрасте 17 лет отправился в руины с Балви, чтобы принять участие в Балтийском пути. «Осознание того, что это символ единства Балтии, наверное, это было как-то сразу, надо сказать. Но когда мы смотрим те же кадры с вертолета, слышим цифры, сколько человек участвовало, понимаем, что это был маленький винтик, но в очень большом деле». «Почему меня не было на Балтийском пути, мне это непонятно, потому что должна была быть причина, похожая на землетрясение, чтобы меня не было в таких событиях. Потом я пошла в музей и нашла. Балвский народный театр тогда с 6 по 22 августа гостила с гастролями в Сибири. Мы были у латышей и эстонцев Сибири. Учитывая сообщения того времени, я думаю, что мы даже не успели узнать, что здесь происходило 23 числа». К экспресс-выставке подключились около 50 местных жителей и гостей. Светлана с дочерьми – самые первые, кто заявил об участии в акции и приехали в Балви из Литвы. «Сама я из Балви, но живу в Литве, потому что у меня муж из Литвы, из Вильнюса. В Балви часто приезжаю, у меня тут мама, родные. Я за то, чтобы была независимость, чтобы была демократия. Действительно, это очень важно для латышского народа. Дети с большим удовольствием участвуют. Я рада, что мы здесь». Для одних участие в экспресс-выставке – это возможность поделиться опытом с младшим поколением и предаться воспоминаниям. Для других – протест против дезинформации и ведущихся в Украине военных действий. «В баррикадах участвовал, организовывал для Латвии стельш автобусы. Почему я пришел сегодня? Потому что большинство тех латышек, кто женился на русских, за Россию. Это мне разбивает сердце. Среди них и мои родственники. Я часами говорил и доказал, что там уже без вариантов нет никаких вариантов с Россией. Это подло по отношению к народу Латвии. Поэтому я специально пойду и сделаю все, что в наших силах». «Возможно встречаться, общаться, вспоминать, ободрять друг друга в эти не очень простые времена. Мне кажется, это был один из самых крутых обеденных дней в моей жизни. Сердечное спасибо всем, кто не испугался, кто пришел сегодня. Мы стали более живыми и сильными благодаря своим воспоминаниям». Цель выставки – напомнить жителям Европы о выдающейся работе наших граждан в борьбе с тоталитаризмом. «Особенно хорош был тот момент, когда мы поняли, что нам нужно действительно объединиться. Объединиться вместе можно и за, и против. Мы сейчас были вместе за – за то, чтобы быть лучше». Фотографии с событиями 23 августа 1989 года в Латвии, Литве и Эстонии еще до 30 сентября можно будет увидеть на выставке в Центральной библиотеке Балви. Передвижная выставка создана в сотрудничестве с обществом «Творческие идеи». Сезон дорожно-строительных работ продолжается. Одни участки городских дорог уже отремонтированы, на других – работы в полном разгаре. О том, на каких участках будет отремонтировано асфальтное покрытие, вы узнаете из репортажа наших коллег из отдела коммуникации Даугавпилской городской думы. В Даугавпилсе продолжается активный сезон дорожных работ. Да, это вызывает некоторые неудобства среди жителей, но в этом случае важно понять, что благодаря реализации проектов улучшается дорожная инфраструктура города. И в этом году на эти цели из городского бюджета выделено более 1 миллиона 300 тысяч евро. С начала года в плане значились 18 участков улицы. На данный момент работы выполнены уже на половине. Там уже завершились ремонтные работы. Осталась еще половина, в том числе и часть улицы Ятнику. И в связи с ремонтом улицы Смилшу-Ятнику здесь было очень интенсивное движение. И действительно, специалисты обследовали и дали такое заключение, что надо приступить хотя бы частично в этом году к ремонту участка улицы Ятнику. Особенно на пересечении с улицей Шаура. В приоритете также приведение в порядок дорог, находящихся в плохом техническом состоянии. Оно определяется на основании оценки специалистов и жалоб жителей. Но в зависимости от реальной ситуации, если техническое состояние какой-либо улицы резко ухудшается, в утвержденном плане возможны изменения. На заседании Комитета по хозяйству мы приняли к сведению трехлетний план ремонта дорог. Но я всегда говорил, что это не догма. Сразу после зимнего сезона, весной, ответственные сотрудники управления коммунального хозяйства проводят обследование улиц. И в любом случае, даже в принятом нами плане, можно вносить корректировки. Если мы видим, как меняются приоритеты, то мы и вносим изменения в графике работ. Вносим новые объекты. Так, например, на минувшей неделе начались ремонтные работы на участке улицы Айспилсетес, который изначально не был включен в план на 2023 год. Мы видим, что и на участке улицы Айспилсетес, который был в крайне неудовлетворительном состоянии, будут проведены необходимые ремонтные работы уже в этом году. Это такое обоснованное решение, так как владельцы автомобилей и многоквартирных жилых домов, живущих вокруг, часто жаловались, что большая проблема проехать этот маленький отрезок. Самоуправление идет навстречу пожеланиям жителей, и этот участок будет отремонтирован в этом году. Одним из болезненных вопросов по-прежнему остается приведение в порядок грунтовых дорог, которых хватает в городе. Сейчас их общая протяженность составляет почти 116 километров. Как вы понимаете, заасфальтировать все за один или даже несколько сезонов, к сожалению, невозможно. Но работа в этом направлении продолжается. Так, например, в середине июля было принято решение взять кредит в госкассе на перестройку двух участков улицы Авоту. Благодаря оперативной работе служб, одобрено получение кредита в госкассе. В этом году мы продолжим программу по приведению в порядок гравийных дорог. Обе стороны улицы Авоту в этом году будут приведены в порядок, так как и здесь было очень много жалоб и обоснованное недовольство жителей. Постепенно мы делаем то, что обещали. В этом году в Даугавпилсе реализуется несколько проектов, связанных с улучшением дорожной инфраструктуры. В рамках программы ремонта транзитных улиц на маршрутах П-67 и П-68 восстановлен участок улицы Даугавас напротив крепостного променада и участок улицы Силанас возле автозаправочной станции Ингрида от улицы Тирума до улицы Рексту. Планируется также привести в порядок участок улицы Достоевского, перекресток улицы Даугавас и Ивантас, конечная остановка автобуса 13 маршрута на улице Цесу, перекресток улиц Вайнюдас, Дзинтеру, Васарницу и другие объекты. Более подробная информация об актуальных и планируемых ремонтных работах и связанных с ними ограничениях движения собрано на интерактивной карте на сайте самоуправления www.daugavpils.lv На стадионе Вылухстая царило соревновательное настроение, так как здесь проходили спортивные игры для людей с ограниченными возможностями, на которых каждый мог показать свою подготовку и почувствовать командный дух. Подробности в сюжете, подготовленном специалистами отдела общественных отношений Аугждауговской краевой думы. 23 августа на стадионе Вылухстая прошли спортивные игры для людей с ограниченными возможностями. Всего в этом мероприятии приняли участие 193 человека из 28 команд. Главная цель соревнований – вовлечь людей с особыми потребностями в активную общественную жизнь, а также способствовать их желанию и интересу к спорту. Собравшихся приветствовали депутаты Аугждауговского края Майгурск Риеванс и Дзинтер Спаберс. «Это мероприятие когда-то проводилось ежегодно, но в связи с ограничениями COVID-19 это было отложено. После четырехлетнего перерыва спортивные соревнования вновь возобновились». Люди после большого перерыва видят друг друга, знакомятся те, кто еще не встречался. У участников появляется мотивация больше действовать, больше двигаться, общаться, дружить и находить общий язык. Людям с особыми потребностями Аугждауговского края такая мера просто помогает быть более дружелюбными. Программа разрабатывала специально для того, чтобы в соревнованиях могли принять участие все собравшиеся. Все соревновались весело, проводили время в разных дисциплинах – эстафетах, метании дротиков, бросках, лопатой, метании обручей, боулинге, фризби. В повседневной жизни общество устраивает различные другие мероприятия для людей с особыми потребностями. Например, работает кружок живописи, проводятся кулинарные мастер-классы, организуются пленеры. В течение года проводятся два крупных мероприятия – «Рождество» и «Спортивные игры летом». Организаторы спортивных игр – «Общество инвалидов Аугждауговского края Илдра» и «Аугждауговское самоуправление». По словам Малдиса Милтинша, эти соревнования были бы невозможны и без участия социальной службы края. С гордостью могу сказать, что социальные работники – это то приоритетное лицо, которое работает с людьми с ограниченными возможностями. Они все объясняют, рассказывают, наставляют и тоже действуют как проводники на этих соревнованиях. Они будут сочувствовать, помогать стартовать и провести день с памятью о прошедшем мероприятии. По окончании соревнований были награждены лучшие команды. В общем зачете первое место заняла команда «Скруда Лиены», второе место – «Дветы», третьими стали жители Ликсны. Но главным в этот день была не победа, а совместная работа. В организации мероприятия приняли участие волонтеры Илукской средней школы имени Райниса под руководством элиты Роткупы, участники Ауждауговского комитета Красного Креста под руководством Эрики Наглинский и Общества пенсионеров Илуксты и окрестностей. Данное мероприятие реализуется в рамках проекта мероприятия по укреплению здоровья местного общества и профилактики заболеваний в Ауждауговском крае. Впереди последние выходные, к сожалению, уже уходящего лета. Какими они будут? Об этом мы вам и расскажем, опираясь на прогноз синоптиков. Последняя суббота августа будет преимущественно облачной. Во многих местах пройдут коротковременные дожди. Местами ожидаются грозы с наибольшей вероятностью на юге страны. В воскресенье ожидается более сухая и солнечная погода. Будет дуть легкий ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Днем достигнет 19, 24 градусов. Если говорить о даугу в Телсито, согласно прогнозу гесметио.лв, суббота обещает быть дождливой. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 21 градус днем. Ночью же столбики термометров будут показывать плюс 15, плюс 16 градусов Цельсия. В воскресенье будет преимущественно облачная погода, но без осадков. Днем будет немного теплее, плюс 22, 23 градуса. Ожидается, что в понедельник с юга придет циклон, который может принести большое количество осадков в некоторые районы страны. В последующие дни этого лета также ожидается воздействие циклонов. Местами пройдут сильные дожди. Временами температура воздуха может повышаться, особенно в восточных краях. С началом сентября, возможно, более сухая и солнечная погода. Температура воздуха, возможно, будет выше нормы. Встречаемся на следующей неделе. Как всегда, мы вам расскажем о самых актуальных событиях из жизни Латвии, Латгалии и Даугавпилса. В новостях на телеканале ЛРТ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова